МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это один из самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. Энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности и находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили. Горячее водоснабжение будет восстановлено после устранения выявленных повреждений. В том же источнике сообщается о том, что в Самаре 10 июня пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват Россия», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра I. Он откроется в Летнем театре Струковского сада в 12 часов выступлениями детско-юношеских духовых оркестров региона. На аллеях Струковского сада с 12 до 17 часов для гостей праздника будут работать тематические площадки. Кузница, мастерская по плетению гамаков и созданию бутоньерок из цветов, мастер-классы по вязанию морских узлов, площадка старинных подвижных игр. После 17 часов начнется концерт сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестра и Адмиралтейского оркестра и Санкт-Петербурга. Фестиваль завершится исполнением марша Агапкина «Прощание славянки». На открытой сцене в течение дня все желающие смогут посмотреть фильмы о Петре I. Администрация Красноглинского района переживает за здоровье жителей и рассказывает, на что стоит обратить внимание при покупке полуфабрикатов, как их правильно хранить и куда обратиться, если продукт оказался некачественным. А также публикует памятку Роспотребнадзора, которая содержит ответы на эти вопросы. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары в своем телеграм-канале рассказывает, как узнать о наличии лекарства в аптеках. Информацию можно получить на сайтах Supremo 63 и allapteki.ru, а также на сайтах аптечных сетей и по телефонам аптек. Кроме того, доступны телефоны справочной службы здоровья 007 со всех кабельных телефонов и 846-213-03 для междугородней и сотовой связи. Редактор субтитров А.Семкин